Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор спортивных событий. В Норвегии завершились чемпионаты первенства мира по спортивному ориентированию на лыжах. Прикамские спортсмены, составляющие костяк сборной России, успешно себя проявили. Александр Павленко и Владислав Киселев помогли мужской команде выиграть в эстафете на первенстве планеты. В женской команде Пермский край представляла Анастасия Сопова. Здесь итогом также стало золото. Что касается чемпионата мира, то наша мужская сборная также одержала победу. В четверке от нашего региона был Эдуард Хренников. Женская сборная России завоевала бронзу. Награду достойны Ксения Третьякова и Татьяна Аборина. Вскоре возможность проявить себя на международной арене появится и у наших прыгунов с трамплина. Стал известен состав сборной России, которая выступит на чемпионате мира по лыжным видам спорта. В составе оказались два представителя Приками. В мужской команде место забронировал за собой Евгений Климов. В женской части состязания выступит Анастасия Гладышева. Добавлю, что Климов является запасным, а Гладышева в основе. Соревнования в этом году пройдут в Швеции. Чемпионат уже стартовал и завершится 1 марта. Далее игровые виды спорта. Молот Приками провел еще один выездной поединок в рамках чемпионата ВХЛ. В Кандапоге пермяки встретились с командой СКА Карелия. Поединок получился небогатым на заброшенные шайбы. Основное время закончилось ничью 0-0. А в овертайме нашим хоккеистам удалось вырвать победу. На 55-й секунде дополнительного времени в большинстве отличился Нестеров. Молот завоевал два очка, соперник получил одно. Напомню, перед этим матчем пермская ледовая дружина также добилась в гостях победы в овертайме, обыграв ТХК 2-1. Впереди у нашей команды еще один выездной поединок. 19 февраля в субботу в Краснодаре против местной Кубани. И в завершение о футболе. Амкар начал третий учебно-тренировочный сбор в Турции. Помимо тренировок запланировано провести как минимум три контрольных матча. Один из соперников уже известен. Им станет столичный локомотив. Игра состоится 19 февраля, начало в 17 часов. Домой команда вернется 1 марта. На этом у меня все. Ждем развития спортивных событий.